Национальная Рада по электронных СМИ Латвии аннулюет лицензию российскому телеканалу «Дождь». Так постановили цитата в связи с погрозой национальной безопасности и громадскому ладу Латвии. Конец цитаты. Постановлена будет мотц в ночь на 8-го снежня. Увеликий скандал. Российский телеканал трапил первого снежня. У живым эфиры ведутся дождя. Алексей Коростяле сказал, что канал допомогает российскому войску обсталеванием и выгодами на фронте. Другого снежня Национальная Рада электронных СМИ Латвии аштрафовала на 10 тысяч евро дождь за карту с Крымом у складе России. И словы журналистов на конт российских войсковцев «Наша армия». У свою чаргу керавництва телеканал заявила, что и они не допомагают Узброянным силам России. Выказывание Коростялеева назвали оговоркой, после чего журналисты звольнили. У раскаяния дождя поверили не все. У интернете распаусюдзюся и иншы ролик, где директор Каталеканалу Наталья Синдзеева спочувая мобилизованным российцам и заявляя, что реакция не можа меть нейтральной позиции у гэтым пытанне. У нас у студии Мария Садовская-Комлач, медээкспертка, я васвятаю. А так сама Михаил Кирылюк, юрист, Сябра Кардына Цейной Рады. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, высь, мы бачим, что ситуация развивается вельми имкливо, постоянно меняются новые дадзины. Як вы, Мария, спадрани Мария, як вы ацэньваете гэтую ситуацию с пункту гляджэння медээксперт? Ситуация развивается имкливо, але пачалася она не на минулом тыдні. На минулом тыдні было вынесено другое папереджэння, зусім не за тую фразу, якую сказаў у эфіры ведоўца, а за тое, что редакция показала Крым як частку расей и назвала российскую армію нашей арміей. А так саму было першы раз узгадана першая папереджэння, про яку я тады не казали, аль пасля казалася, что уже з верэсня редакция латвийскага медээ, телеканал Дождь, нерасейскага, адмавлялася выканэц патрабаванні па даданні латвийскай альбо стушки субтытраў, альбо голосавой, да свайго вяшчання, хаця абвязаны была гэта зарабеў згодна з ліцензіей. Таким чынам, на минулом тыдні ввышу на яў такі захаваны конфлікт, бо, як мы ця первядэм, адбывалася вельмі шмат перамоваў памеж юрыстамі дажджу, яны спрэчвалі гэта ў судзі, спрабавалі абскардзіць гэта, і нішога пра гэта не казалі сваім глядачам, ну і су адносна латвийскай публікі. То, што отбылося зараз, гэта, напэвано, такі медэйны компанэнт, бо калі на фоні гэтага ўсяго було дапушчана гэтае выказванне, на якое таксама вельмі моцна адрагавалі украінскі журналісты, працтавнікі грамадзянскай супольнісці, палітыкі і інші актары, то, напэвано, ў латвийскіх ўладаў просто з'явілася, ну, можа, такае публічная нагода, каб патлумачыць сваё рашэння. Журналісты даждзя кажуть пра тое, што, ну а як мы мусім называць російськую армію, калі гэтае нашая армія? Алі мы распавядаем пра тое, што яны робяць злачынствы. Я думаю, што нам трэба тут всё-таки адрозніваць дзве редакцыйных палітыкі таліканалу «Дождь». Першая гэта таліканал «Дождь», які вяжчая ў Ютюбі і на іншых каналах, які вяжчая для расейців альбо русскомовных грамадзян па ўсім свеці, які хочуть пабачаць російськую картіну саправднага з іх пукту гледжыня жыцця. Другая палітыка редакцыйна «Дожджух» – гэта латвийскага медыя, якуе ў Латвіі атрымала ліцензію каб вяжчаць для латвийскіх грамадзян шляхам кабельных сеткаў. Імэнавіта з пункту гледжыня гэтый ліцензіў і сваёй місіі некім чынам служыць латвийскаму грамадзву зараз ацэньвацца. Для латвийскага грамадзва армія не з'являецца нашай. Больш зато існуюць крымінальныя артыкулы, па якім калі б нехта з латвийців паспрабываў падтрымаць мобілізаваных расейців, ён ціяна маглі б панесці крымінальнуя адказнаць. Думаю, галуная праблема редакціі «Дажджу» была ў тым, што атрымавшу гэту ліцензію магчымаць зарабляць на рекламі ў Латвіі, яны не дастасавалі палітыку вяжчання ў Латвіі да патрэбаў латвийскага грамадзва. Ну, вось, мы кажым, памылка, агаворка, ці ўсё ж такі нешта большая. Спадар Михаіл, вы выказываецца даволі резка, вы кажыцца, што гэта дакладна не памылка, чаму? Слухці, ну, я як праўні гляжу. Па першы, там не адно слова. Па другое, там слова не толькі аднаго супрацовніка, а і директора канала. Па трэцце, там директор канала, вось зараз, калі я яхав к вам до ефір, я глядзеў навіны, директор канала плача і каже, што, ну, ўсё ж такі звальняча лаека была памылка, таму мы яго вертаем назад. Ну, тубок, ў ей дажа ні хвіліна раскаяня нема, і она не разумея глыбіну таго, што яны сказалі і зрабілі, калі яны саправды да памагаюць російська армії. Ну, слухці, я ік беларус, для мене існавання Беларусі, больша за ўсё па грозу су свеце, складае толькі російська армія, ўсё, неякая больша. А што латышы павінны адчуваць ў гэты момант? Іх апошні гады для латышоў па гроза таксама толькі збок Расидзе. І заужды, заужды ідзе па російським каналам прапаганда. Што гэта апрыбалта, гэта не да краіны, мы іх як аддалі такі заберём, можам штось ізробіць, а якім ішчэ гэта ўспрымаць? Таму мне рэакція падаецца директоркі дажуд, і она падцвержае тое, што я не ведаў, якой абйомі яны дапамагаўць армія, але то, што яны цэннасна адчуваўць сабе, што гэта армія іх, гэта не дазваляе, па перша, латышскаму правіць, керамністам імець імець справы, і гэта зразумела. І для мені, як для беларуса, гэта таксама, ну, заставляя адносяцца крытычна да гэта крыніцца і інформаціў. Можна толькі я дадам, што ў дажджы раззілення директоркі не мае ўплыву на редакційну палітку канала, за редакційну палітку канала адказывае дзядко, канешні, ён таксама мае сваю пазіцію, але трэба, ну, каб мы все-таки пазбавляліся ад гэтага аутрытарнага мышлення, што директор абвязкова будзе казаць дзядко, дзядко мае сваю пазіцію, так. Дзядко аккурат казаў про то, што, мы праўльна зрабілі, што звальнілі. Ну, дзядко казаў, што зараз гэта палітична матэнуванная пазбавліні ліцензі, што гэта тоя самая палітичная репрэсія, які ў Расіі. Ну, табук, ў чалэка нема ўсвідамління, то і што для Латві і для Беларусі іх армія гэта пагроза. Миркованне, давайте паслухаем. Миркованне працўнікуоў таліканалу Дожць, яны абуранная рашэнням Национальныя рада електронных смі Латві, яка сёня пастанавіла ануляваць дазвол на трансляцію росейскага незалежнага таліканалу Дожць. На све Миркованне, на гэты конд выказаліем галовны редактар і журналістка Даждя. Слухаем. Канешна, ми не осызнаў свою віну. Если вам в Савете сказали, што нам говорили, што нужно соблюдаць законы, то какие законы? Законы не быть угрозой национальной безопасности? Я буду очень рад встретиться с Саветом и узнать, как Телеканал Дождь несёт угрозу национальной безопасности Латвии. Тем, что журналист, уволенный через 12 часов после этого, а не раньше, потому что было ночь, сказал, надеюсь, что кто-то там что-то получит на фронте, не отражая позицию Телеканала. И Телеканал это опроверг. Но он сказал, надеюсь. То есть, получается, что он об этом думал. Допустим. Надеюсь. То есть, получается, что его преступлением является мысль. То есть, выводы о том, что Телеканал Дождь является угрозой национальной безопасности Латвии, уважаемые Советы, уважаемые члены Совета делают на основе мысли преступления. Так получается? Остальные претензии Совета к Телеканалу Дождь касались абсолютно разных вещей. Первый вообще был технический, который касался перевода звуковой дорожки на латышский язык. И мы много раз разъясняли, почему мы не успеваем это делать в срок. Вторые касались того, что Телеканал Дождь использовал словосочетание «Наша армия», говоря о преступлениях российской армии в Украине. На что уважаемые члены Совета говорили, что зрителям может создастся мнение, что речь идет о латвийской армии. Ну, в целом, если вырезать слова, положить их отдельно где-то жить, то может создаться какое угодно впечатление. А если посмотреть три слова, которые были до этого сказаны, и четыре слова, которые были сказаны после этого, то понятно, что речь не идет о вооруженных силах латвийской республики. Понимаете, комментировать это всерьез довольно абсурдно. Телеканал Дождь несколько раз уже пытались закрыть. История, которая начинается как трагедия, потом превращается в фарс. Мы считаем, что эта ситуация противоречит принципам демократии, как минимум. Вот так мы это видим. Мы видим, что нам отказывают в лицензии без разбирательства, без рассмотрения этого эпизода, без того, чтобы телеканал Дождь принял участие в дискуссии на тему угрозы национальной безопасности, как это формулирует Совет. Я не понимаю, в чем состоит угроза национальной безопасности со стороны телеканала Дождь. Кажется, это абсурд. Кажется, это несправедливо. Усим нам пякельна балюча гендиректорка российского телеканалу Дождь Наталья Синдзеева так сама прокоментавала ситуацию со звольнением ведоуцы Алексея Красилева. Мауля, канал за все ды был сумленным и открытым со своими глядачами. Ды протягне гэта рабить, Синдзеева зазначала, что все працавники телеканалу живые люди, не застрахованные от помылок и в першине у житти, працуют во умовах войны и будут стараться робить усёк, обспынить войну России и супрать Украины. Привет. Ребята, я молчала четыре дня, находясь просто в аду. И мне было ужасно плохо. И, блин, мне сейчас плохо. Потому что ситуация, в которой оказались мы, вообще нет хороших решений. И я хочу начать с извинений. от лица канала я хочу попросить у всех прощения, кого оскорбила, кого разочаровала, кого вела в заблуждение, прозвучавшая в нашем эфире фраза Алексея Коростылёва. И вы знаете, как мы ненавидим эту чёртову войну. Мы считаем нападение российской армии на Украину ничем неоправданным и преступным, и подлым. И всем своим существованием стараемся подтверждать эту позицию. Начиная с 24 февраля, каждый день, каждый час, каждую минуту мы переживаем вместе с Украиной её боли и страдания. И вы знаете об этом. И каждый день мы говорим об этом в эфире. Но репутация, репутация, доверие зрителей, она заслуживает с каждым словом. И тысячи людей и в Украине, и в России, и в мире справедливо предъявили нам претензию, что одной фразой вы фактически перечеркнули всю работу с 24 февраля и все 12 лет честной работы канала. Многие поняли слова Лёши, как будто Дождь занимается помощью вооружённым силам России. Но это неправда. И Лёшина фраза была ошибкой. Но цена этой ошибки казалась слишком высокой для всех нас. И литерально перед нашим эфиром Наталья Синдзеева записала ещё одно видео. Наим, гендиректорка Дождя плача и каже, что звольнюши ведоцу Алексея Коростелёва и она зарабила помылку. Синдзеева попросила пробачения и закликала вернуться ведоцу, а так само и инших коллегов, які сышли на знак солидарности зим. Бо так Яна Меркуя застанется человеком, а не цитата лайном. Мы за ошибку уволили Лёшу. Это было самое ужасное, что мы могли сделать в той ситуации. Нужно было отстроить Лёшу от эфира, выдохнуть. Мы сделали это ужасное. И все эти четыре дня я хочу исправить эту ошибку и сказать, Лёш, прости. И простить наши зрители, которые, конечно, видят, что мы поблядь себя повели. И да, да, конечно, многие не поймут меня. Скажут, ну как же так накануться на вопросы всего телеканала, потому что украинцы нас не простят. А как этому телеканалу дальше жить? Как дальше идти телеканалу в жизнь, в будущее, если мы совершили подлость? Это, конечно, подлость по отношению человека, который с нам, с нами. И да, возможно, после этого заявления все разрушится. И, возможно, не будет телеканала. Но не нужно, это говно будет никому, когда... Лёша, Рит, Ровенский. Ребята, возвращайтесь на дождь. Это была ошибка о никакого злого умысла. Была очень плохая ошибка. И украинцы могут нас за это не простить. Но это ошибка. И люди совершают ошибки. Мы чуем, что я не повторяю, как мантру, это была помылка, это была помылка. И все журналист мае право на помылку, господарня Мария? Я бы подзюляла тут право журналиста и редакцейное рашение. Я лечу, что помылка изъявляется у эфира беларускаго телеканала, давать полностью ролик, який записал у инстаграме российская директор к телебачення. У нас эфирный час довольно ценный, но что мы должны слушать. Но каждый мае право на что-то что-то полишить за помылку. Но я разумею, чему Наталья Синдзеева так ставится. Помылка было не тое, что докладно сказал журналист в этом момент эфиру. Помылкой было спадзяваться отримать прибыток от рекламного рынка Латвии. У Латвии с 2014 года не был створен громадский российском мовный канал. Бо это питание так политизованное, что навыд его сторонники были подкрыты как Иварс Белта. Альбо от прарасейцев, что на российской мове будет вязчаться натовская пропаганда. Альбо от латвийских патриотов, что в 2012 годе был референдум и не треба насаджать российском мовный продукт. То, что Дождь отримал эту ліцензию и решил нияк не достасовывать свою продукт, свою программу, хотя мог бы створить дош Латвия. Это был бы фрактычно конкурующий телеканал с тем, что зараз есть на балтийском рынке. Это было помылкой. Это было помылкой в Амстердаме разом с Moscow Times. Открыла прославительство в Грузии. И сейчас открывается прославительство в Чехии. То, что Латвия это было только один из четырех кошек, когда я раскладывала дирекция. Я личу, что журналист мает право на помилку. Иснують этичные кодексы. Латвийская ассоциация журналистов мает этичные кодексы. И калю супрацовники дожджу уже у нее вступили. И они могли лечить на некий разгляд. Але в этом выпадку говорка идет у чай праймкнение российского канала увайсти на рынок іншей краины и поводить себе у стыля «А что случилось? Мы хорошие русские». Ну, дарыч, про хороших русских асподар Михаил, казали про то, что могут быть хорошие русские. Я не казал такого. Я просто зауважу, что есть социология и сгодно с самыми либеральными опросами самых либеральных границ у России 70% за войну. Это довольно шмат на мой погляд. От двух до трех русских и они за войну. И тому для меня видовочно, что зараз перед нами в эфире мы бачили слезы с подаранной директорки канала, але она плачет на тем, что она думала что позволить ее заставить лицензию и все будет нормально. Она не плачет над тем, что она маючи великий медий инструмент у своих руках робит журналістский прием проводить асоціацию глядача с российскими военными, які робит военные злочинства на Украине. Я гэта прекрачусь усім, хто гэта глядзить. И она каже, да, я отрымала десятки тысяч негативных реакций. Гэта павинна была нешта распавесті. дарэча да пытання, чому мы гэта обмерковаем? Мы гэта обмерковаем з боку гляджыне Беларусі, я спадзіюся на тое, што адсотак людей, для яких агресивные захватніческие войны у Расії будзе павышацца, павинен павышацца, каб такі країны як Беларусі Латвія адшувалі себе ўбез спецы. І мы хатім, каб дож гэта падтрымліваў, кабе он разясняў своім глядычам, калі маці не разясніла, што воевать плохо, забівать плохо, захопліваць, інші акраїны плохо. І калі гэта дож будзе робіць, я буду гэго падтрымліваць. Калі он не разумею навошта гэта, то я не разумею навошта мне падтрымліваць дож. Ну і тепер паслухаєм офіційную пазіцію Национальная Рада електронных СМІ Латві на конд пазбавліні ліцензії російськага таліканалу дожті і патлумача ўстаршыня Іварс Абалыньш. Аргумент на конд таго, што іх не ўбачыць народ Росії не зусім докладны, бо ніхто не будзе гэаблакаваць іх контэнт на Ютюб ў Росії і яны будуть ўсё яшше будуть бачныя там, калі пратягнуць свою дейнасць. Мы абараняем грамадзяна ў Латві ад іх парушэнняў. Я могу крыху падрабязні распавецці пра характар новага працэсу. Учора мы атрымалі ліст з інформацій ад Службы Дзержавной Безпеки, з мест якога я не магу раскрыць, але магу засвячыць, што ён відавочна паказывая на пагрозу націянальныя Безпецы Латві ў целым. І мы таксама правялі аналіз ўсяго гэтага парушэння. Калі дождь прайшоў ў Латвію, яны абяцалі падаць латычскі трэк, пераклад на латычскую. Абяцалі, што гэта будзе зверасня. Цяпер сяредзіна снежня. Трэку па латычску няма. Па латычыць пра ставління да краіны. Яны паказывалі карту Крыму як тэрыторіў Расеі. За гэткая ж парушэння ў іх адклікалі ліцензію на трансляцію ва Украіне. Гэта было адно з трох парушэнняў. Яны сістэматышна называюць росейская войска нашым войскам. І гэты апошні выпадак, калі вядаўца выказывая падтрымання росейскому войску і пакідаю уражэння, што сродкі або абсталявання збіраюцца для падтрымання акупаційной арміі. Мы ацэніли гэтае парушэння і немаем сумнебу, што яно стварае пагрозу націянальній бяспецы і грамадскаму парадку. Кажуць пра пагрозу націянальній бяспекі, як мы пачулі, атрымалі ліст з інформація ад службы дзержавныя бяспекі, з мест якого не раскрываюць. Махчыма нам адкрыта не гавораць, ў чым там прічіна, наго, што Карасцюлёва трэба було ўключаць ў чорный спіс. Просіць, ўключіць. Я як правнік могу сказаць, што ў ёуразвязі існуюць суды. Сам дзятко казав пра махчымаць лігальных метадов абскарджування. І то, што дарэча іх там пазбавілі ліцензії без махчымаці выказацца, яны зауважця, не сылаліся на то, што был парушны некі закон. Яны казалі, што парушны принципы і дэмократы. Тобок закон не парушан. Гэта закон Латвія. Якраз такі парушальнік закона тут канал, які абіцаў зарабіць тое, што было прадуглэджаны ў их ліцензі, але не зарабіў. У їх будзе шанец свую ліцензію аднавіць. Напрыклад, абскардзіць гэта гучыць, расіцьку армію, бо для мене так сама, гучыць, калі хтось ця каже, наша армія, гучыць как патрымка, гэта гучыць, як спроба асоціацій глядача з гэтамі людзьмі, які робець ваенны злачынства. І гэта адна з самых цяжкях категорі злачынства. Гэта забойства, гэта гвалт. Ну, і для мене немагчыма така емпатия са стороны директоркі каналу, калі яна каже, ну, яны ж усе ровна наші мальчики. Дык на гэтай двубокай моралі і трымаецца прапаганда Путіна, якая каже, так, ну, мы робім не шта дрэнна, але ж гэта наші мальчики. Гэта мораль мафі, яна тут не патрыбна. Тому я лічу, што, калі яны саправды жыдаюсь працаваць ў Латві, то ім гэта махчымыць легальна будзе прадаставліна. Але ці так, ну, ці ёсць на самай справі, ці, богатакія, ну, слёзы, кабы трымаець патрынку, ну, худку бачым. Можа я дадам, што ў Латві былу выдадзіна патпачатку наступной фазы нападу Росія на Украіну больш за 250 віз російським журналістам, не толькі дажжу. Латвія прыняла на гуманітарныя візы некалькі дзесятков журналістів BBC, некалькі дзесятков журналістів іншых выданняў, фрилансыраў, людзі, які беглі просто ад таго, што іх маглі якбы ў любым момент садзіць, пасадзіць ў турму. Зараз ў Латві працуюць Медуза, працуюць Спектр Пресс, які дарачы мае сваіх корраспандэнтів на ўсходній Украіні, російськае выдання, працуюць ўся служба BBC Раша, працуюць супрацовнікі новая газета Єуропа, каля 60 чалавек з російськой новой газеты. І не да кагось з їх, а до Медузы з 14-го года не узнікала ніколі прэтэнзій, але ніхто з їх так сама не выказываў амбіцыі істі на вешальны рынак Латві, які вельмі, вельмі моцна зарыгуляваны, і больш таго, ў гэтым годзі Национальний савет павешчанні атрымал дадатковыя паўнамоцтвы, каб абараняць інформаційну безпеку краіны. Тобок мене здаецца, Михаэл тут правы, што калі дожць зробіць хатнія задання і зразумееш, што калі ён саправды хоча размаўляць з латышамі, то тады дажджу будзе не тяжка злайрзробіць латышскі саундтрек, тады не тяжка будзе памятаць пра тое, што вешчанні на Латвію павінна быць іншым, чым іх вешчанні махчыма на тых 70% які яных спрабуюць пераканаць і таму для іх кажуць наша армія, каб ты людзі, ну, росіяні махчыма не адвернуліся ад іх. І я думаю, при разведзенні програмных продуктів ўсё будзе добра. То есть, висіць гэтай сітуація і всё ж такі працягнуць працу на вашу думку дождя ёсць махчыма? Ёсць, але я не ведаю, ці ёсць жаданні, таму што пасля таго, як адбулась гэта сітуація, був запощаный ціханам дзятко такі заклік данацьці нам і частка лаяльных тых, хто патрымлюву дождь, сказалі, верніця, карастэльовай, тады мы вам будзім данацять. Я думаю, зараз з боку директорки гэта будзі бізнес-падыход, што ёй прынясі больш. Патэнцыйная реклама з кабельных каналу ў Латвіі, альбо данацять тых людзей, які стануть мурам за дождь, альбо махчыма тых некіх приватных донараў, ці олігархаў, які вирішаць падтримаць дождь ў гэта і цяшкуець часіні. І, глядзячы на гэта, яны будзіць вертацца ў Латвію, альбо ні. Інтарэсы латышскіх глядачоў, на жаль, тут знаходзіцца на узровні ніжэй за ноль. Думаю, што сітуацію з дождём можна скончыць гэтым твітам, перакладзі на златышскай. Расчараваны ставленням даждя, працтаўнікі каналу прышлі на слухані ў справя аб адміністратывным правапарушэні ініціяванной Национальныя рада електронных медаё без перакладчака і хацелі размовляць на росейскай мове, ў выніку чаго слухані не адбыліся. Дожць зарабіў сё, каб паставіць крыш як на сабе, так і на большай частці ліберальных росіянов ў Європі літоральна за пару дзён. Міхаил, тут натуральна пытання да вас, як да юрыста, натуральна, што мае быць пераклад, але як хто мае прадаставіць, гэта було їхне рашэні альбо не? Слухайте, ну, ў судзе абавязаны прадаставіць перакладчыка, ўже хто будзе на яго кошты несті, гэта там процэдурнае пытання, але ў справах ў ліцензірующім органі, ну, неякі ліцензірующі орган не будзе трымаць, там, напрыклад, калі з Малайзі праедуць людзі ў Латвію, рабіць свой телеканал, там, выклікаць перакладчыка на малайзіцькі, ці на французскі, ну, тако просто не бывае, і, ну, для мінэ гэта просто такі зну такі узровіні павагі, які регулятор таксама щытвае, вось, як і не адносяцца да нашага права, вось, як і не адносяцца да нашай мовы, ну, таму, для мінэ тут варешэні на гэтым этапі я шчы болш зрозумілае стала. Сфедарані Мария, на вашу думку, з гэтай ситуаціей, які могуць быць вэсновы зроблены ёвропейскімі країнамі, і які варта зробіць медэмі, які працуюць за межамі а такіх, як я дэвна шмат. Європейскія країна вельмі розныя, наприклад, ў Голанды і Саїз журналістаў дамагаецца вертання, вяшчання Раша Тудэй, бо лічыць, што іх выключэнні з эфіру ёу развязу з'являецца порушэннім свабоды слова. Таму, але медэм, які працуюць ў країнах ёу развязы, асабліва такіх, як Літва, Латвія, Польша, ў тым ліку беларускім медэм, трэба сурйозна ставіцца да прававых механізма ў тых країн, дзе яны знаходзіцца. Бо судовая працасы тут ўжо нельга будзе назваць помстай диктаторскага рэжыма. Я дзякую вам, спадарства, нагадаю, што са мной ў студы была Марія Садовская-Комлач, медээкспертка, а таксама Михаил Кирилюк, юрист Сябра координаційной рады.